Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Просто раз одна из конечных мыслей наших была то, что хорошее имя или почетное имя лучше богатства. Если вы имеете хорошее имя, богатство придет к вам. Благословение придет к вам. Но если вы будете стремиться к богатству, тогда ваше сердце станет развращенным. Я не говорю об обеспечении просто для жизни, для существования. Жадность заключается в том, что неважно, сколько у вас есть, всегда недостаточно. Везде в мире люди ищут хороших людей. Все ищут людей хороших, надежных. Верны ли вы в малом? Это большое испытание. Потому что малое кажется неважным. Писание говорит, что если мы работаем, чтобы мы это делали от сердца, не просто чтобы нас люди видели, как бы внешне показывая. Не просто с точки зрения наемных работников. Но делайте все от сердца, как для Господа. Потому что вы для Него, по сути, это и делаете. Знаете, что происходит с верующими? Они думают, что они работают на людей. Но они не работают на людей. Если вы рождены свыше, то вы уже не на людей работаете. Вы понимаете, вы работаете на Бога. Господь смотрит на вас. Испытывает вас. Поэтому если вы не работаете от всего сердца на 100%, значит, есть благословения духовные и физические, которые Бог говорит, что вы к ним еще не готовы. Понимаете? Когда я был молод, я принял следующее решение. Если моя задача будет убирать кухню, тогда я буду это делать лучше всего. Неважно, видят это люди или не видят. На 100% буду делать. Господу не нужно 80%. Ему не нужно 90%. Ему нужно 100%. Скажу еще раз. Господу не нужно 70%. Мы думаем так, что о, я дал тебе 70%, должен быть счастлив. Нет. 100%. И когда вы делаете что-то на 100%, вы наслаждаетесь этим. И когда вы делаете что-то в полсилы, в полсердца, как бы, становится все сложно. Понимаете, о чем я говорю? Как Бог будет вас благословлять? Он будет испытывать вас. Он будет ставить вас, помещать в ситуации, когда вам что-то не нравится. Это не то, чего вы хотели делать. Но если вы будете верны в этом, в правильное время Господь благословит вас и даст вам больше. Видите, когда вы верны сейчас, вы открываете двери в будущее. Вы не можете дать Богу 10 гривен и сказать ему, ты должен мне вернуть 100 через час. Когда я только начинал служение и еще был в библейской школе, был один евангелист, он должен был проповедовать в церкви, и он спросил меня, хочешь пойти со мной? И он хотел меня научить чему-то о вере. И на второй день он дал мне все свои деньги. Лучше все один раз зайдут, чем вот так вот. Он дал мне все деньги. В то время, ну, это было 200 долларов где-то. Это был 1976 год, поэтому это были большие деньги. И потом я обратил внимание, что у него нет денег. И у него начались какие-то трудности. А у меня были все его деньги. И я начал думать, что же мне делать? Он думал, что если он мне дал все свои деньги, Бог ему даст больше. Но у него начались проблемы. И спустя какое-то время я у него спросил, слушай, не хочешь свои деньги забрать обратно? Он сказал, ну да. Я ему вернул его деньги. Нельзя заставить Бога делать что-то в то время, когда вы этого хотите. Так не работает. Но когда вы сеете и делаете правильные вещи, в Галатам говорится, что в подходящее или в правильное время вы пожнете. Может пройдет 10 лет. Может 20 лет. Помните Иосифа? Много лет прошло. Много лет. Помните, я говорил, что Господь, Он не слишком уж заботится о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно или счастливо. Это не Его цель сделать вам комфортную жизнь. Он делает вас лучше. Он совершает работу внутри. А когда вы растете и меняетесь, Он заставляет кактус растет. Помните ту историю, которую я рассказал вчера? Иногда Он просто делает какие-то приятные вещи, потому что Бог добрый. Но если вы проходите трудное время, как выбраться или как пойти вперед? Вы должны быть верными в малом. И должны это делать на 100%. Итак, когда я был пастором, у меня было много работников в общине. И у нас были такие собрания. Служители. И я им говорил, я ожидаю от вас, чтобы вы отдавали 100%. Лучше у меня будет меньше людей, которые дают 100%, чем много людей, которые делаются в половину. Мне не нужна такая помощь. Потому что вы знаете, что происходит? Потому что если один выкладывается на 100%, а другой на 50%, то третий будет просто метаться между двумя. Может быть, будет злиться. Правильно? Лучше иметь меньше людей, чем больше. которые дают 100%. Вы на меня не работаете. Вы работаете на Господа. И я им сказал то же самое. Я вам даю 100%. Поэтому ожидаю от вас 100%. Все, что вы не делаете, делайте для Господа. Делайте от всего сердца. Я обещаю, Господь благословит вас в правильное время. Вы открываете двери в будущее. Помните, я рассказал историю, как я попал в МГБИ? Я в итоге забыл все-таки рассказать, как же это связано с МГБИ. Помните историю про улицу, которая называется «Прямая»? Кто не был вчера здесь? Кто не слышал? Посмотрите видео. В прошлой серии все рассказываешь. Прекрасная история. И в итоге, в конце всего этого, я встретил Уэйна Уилкса. И он меня спросил, чего бы тебе не приехать и не поучить в МГБИ? И благодаря тому времени в Вене Господь соединил меня с еврейским народом, с еврейским служением. Вы не знаете свое будущее. Вы не знаете свое будущее. Но когда Бог смотрит на вас, Он видит ваших правнуков. Он видит поколения после вас. Когда Бог смотрит на вас, Он видит большую картину. Знаете, почему? Почему есть слезы на небесах? Помните, написано, что Господь отрет всякую слезу. А почему будут слезы? Вот что я думаю. Я думаю, что когда вы попадете на небеса и встретитесь с Господом, Господь покажет вам вашу жизнь, какой она могла бы быть. Все, что могло бы быть в вашей жизни. И вы будете плакать из-за этого. Потому что вы слишком много жили для сегодняшнего дня, а не для вечности. Живете ли вы для вечности? Или вы живете только просто ради сегодняшнего дня? Господь имеет больше для каждого из нас. Но испытывает наши сердца. Это духовная брань. Это духовная война. Потому что что делает дьявол? Он приходит к вам и говорит в трудные времена, что Бог нечестный. Он не добрый. Такова история Иова. Первая книга, которая написана в Библии. И вся история именно об этом. Где бы я ни путешествовал в мире, люди задают один и тот же вопрос. Неважно, к какой религии они относятся или вообще не веруют. У всех один и тот же вопрос. Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? У всех один и тот же вопрос. Это история Иова. Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Кто читал историю Иова? От начала до конца читали? Очень интересная история. В этой книге есть четыре взгляда на Бога. Взгляд дьявола на Бога. Взгляд Иова. И потом двух групп его друзей. И все они смотрят на страдания по-разному. Одна группа говорит, страдание для того, чтобы научить тебя. Это частичная правда. Но не полная истина. Помните, все друзья приходили к Иову и спрашивали, чего же это с тобой произошло? Другой взгляд говорил, что ты согрешил. Ты согрешил, поэтому произошли плохие вещи. Это тоже частичная правда. Не всегда это правда. Потом взгляд дьявола на Бога. И страдания. Что он сказал Богу? Господь спросил, ты видел моего слугу Иова? Хотели бы, чтобы такое с вами произошло? Бог общается с дьяволом. И дьявол говорит, я ищу кого бы съесть, как лев. И Бог спрашивает, а вот это тебе понравилось? Нет, не я. И он, не, 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 только не я, да? Не хотели бы на его месте быть. И что дьявол ответил? И он сказал, ну конечно, ты же и благословил Иова. Ты поставил вокруг него ограду. Но если ты уберешь эту стену, и он будет страдать, он не будет тебя прославлять. Правильно? Так думает дьявол. Понимаете, что я говорю? Тест, который, ну, многие, если не все, проходят порой. Плохие вещи происходят с хорошими людьми. А дьявол смотрит. И Бог смотрит. И ангелы смотрят. И они ждут, что ты будешь делать. Не случилось сегодня, случится завтра. Я вам проросил. Я вижу будущее всех. Все будут испытаны. Может быть, больше, чем один раз. Я был испытан так. У меня ужасные вещи происходили. Плохие. Много раз. Много раз. Но плохие вещи — это не проблема. Это вопрос моего сердца. И Иов прошел через этот тест. И его муж говорит, «Просто прокляни Бога и покончи с этим. Умри». Она была зла на Иова. Потому что она потеряла все. И Иов говорил, что Бог все равно благ, и я буду поклоняться. Она злилась на нее. Вы можете представить, что человек, близко к тебе в жизни, скажет, «Просто прокляни Бога и дай». Русский вам человек говорит, «Просто прокляни Бога и умри». Они потеряли все. И у нее была горечь в сердце. Помните Наоми? Руфь, Наоми. Руфь была не еврейкой. Руфь была не еврейкой. Yeah, make a decision. Do it quickly. Come on. Go, go, go. It's okay. Let's go, go. Go, do it. Yeah, we're having the video, so just keep quiet. Tell them to be quiet, okay? Boom. Good. Guys, the Holy Spirit's doing something. Hey, if I'm teaching, everybody listen. If you come in late, I understand, that's life. But don't be a distraction. Just go quickly. Right? Because if ten people keep coming in and everyone goes slow and it's livable, then I came five thousand, six thousand miles for nothing. I spent all the money to come here for nothing. So if you're late, if you're late, quickly take a seat and don't get a distraction. Okay? Now I pick on you. I'm not saying you, because you're too close to the heart. You're good, man. Because everybody's doing it. Okay, okay. It's a joke. Everyone's doing it. I understand if you're late. It's okay. It's fine. And do the same for other teachers. It's easier. Because when the Holy Spirit is doing something, you have to catch it. Right? You understand what I'm saying to you? The Holy Spirit is saying some things to some of you. Some of you need to hear what I'm saying right now. Because some of you are in a test right now. And this is really important. And this is really important. See, I'm not speaking for my health. I want to be helpful to you. I want to share something that will make you successful. be blessed. Amen? Amen? I'm not here to be mean to you. But I will fight for what God has. But I want you to get something. Because I want you to get something. And you need to look at your heart. And you need to look at your heart. Because that's the problem. Because that's the problem. And you can change that. 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 See, God's not angry at you. He's not mean. That's not how God is. He's saying, but when you have the wrong heart, God can't do anything. But when your heart's right, then God can act. And you're the problem. No one else. It's not the circumstances. Because everybody has difficulties. Everybody has seasons in their life that are very, very hard. Everybody. It's only a matter of time. You see? The Lord watches. Но Господь смотрит. The devil watches. И дьявол смотрит. And the devil says, hey, they will only love God if it's good. И дьявол говорит, что они будут любить Бога только когда им хорошо. But if it's not good, если будет плохо, они не будут любить Бога. You understand what I'm saying to you, right? Понимаете, что я говорю? That was the test of Job. Это был тест Иова. And that's the big test in life. И это огромное испытание в жизни. When bad things happen and you don't understand why. Когда происходят плохие вещи и вы не понимаете почему. See? And you ask God, why? Ну, мы спрашиваем Бога, почему? He doesn't say anything. А Он ничего не говорит. He's silent. Он молчит. I've had days where I think, is God really there? I know I've experienced all these things. But then I had moments and I go, is this really true? You have those moments in your soul. Or you wrestle. It's not bad. We all have those moments. У всех есть такие обстоятельства. Anybody here have that moment besides me? Есть такие обстоятельства? Бывали такие у вас обстоятельства? It's normal. Это нормально. It doesn't make you bad. Не делает вас плохим. So then Job, you go through the whole story of Job and you come to the end of the book. И мы читаем всю историю и открываем конец книги. And somewhere around chapter 43, 44, the story takes an interesting turn. История приобретает такой неожиданный поворот. Что происходит? God begins to speak. Господь начинает говорить. God's been quiet. Now God begins to speak. He says, OK, Job, you think maybe I'm not knowing what I'm doing? Он говорит, хорошо, Иов, может быть, ты не знаешь, что я делаю? He says, stand up like a man. Стань как мужчина. Answer me. И отвечай мне. Where were you when I set the distance between the planets and the stars? Did you tell me how to do it? Did you counsel me? Give me advice? Ты давал мне напутствие какое-то? Если можешь ответить на это, я отвечу тебе. Понимаете? И он задает много вопросов. Иногда Бог просто не дает ответ. Что он говорит? Просто доверяй мне. Ты достаточно уже знаешь, просто доверься мне. Помните учеников, у них было то же самое испытание. Ишуа взял несколько хлебов и пару рыбок и накормил целую толпу людей, и все были счастливы. Я счастлив, когда я сыт. Вы тоже? Right? You have a nice meal? When you were hungry? Когда вот голодные особенно хорошо так подкрепились. Особенно, когда не нужно за это платить. Когда вам еще и дали это. That's nice. You put a smile on your face. Это ж хорошо, можете улыбнуться. So somebody said, I have a good idea. Кто-то сказал, у меня хороший день. Let's make Yeshua king. Давайте сделаем Ишуа царем. He feed me every day. I don't have to work anymore. Он меня бы кормил каждый день. Не надо было бы работать. All we need is two fish and three loaves. It's enough. Нужно это пару хлебов и две рыбки, и все. And they wanted to make him king. And so then Yeshua said, you want to make me king? Yeshua сказал, вы хотите сделать меня царем? Then eat my fingers. Тогда поешьте мои пальцы. Укусите меня за руку. Пейте мою кровь. И они были в шоке. Им не понравилось, что он говорил. Не понимали, что он говорил. He confused them. Он вел их в замешательство. He made them angry. Заставил их стать раздраженным. That's it. И они сказали, хватит. You're crazy man. Ты с ума сошел. Right? If you say these things, I'll never follow you again. Если ты говоришь такое, то я не буду следовать за тобой. And then everybody, thousands of people, they all turn around and start walking away. Now, if it was a modern pastor, you said, whoa, 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 wait, 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 wait. You don't understand. I'm speaking parables and stories. Это притча была. Allegories. Allegories. Я забыл сказать. No. He just watched them go. See, God's very different than you. Have you learned that? You understand that? Write that down. God is different than you. And see, that's the secret. When you begin to learn to think how God thinks, how God sees things, changes everything. You understand? So then he looks at his very closest disciples. Потом он посмотрел на своих самых ближайших учеников. And he doesn't say, I'm shocked. They all left. И он не сказал, я в шоке, все ушли. He said, are you going to? Он спросил, вы, может, тоже пойдете? No explanation. Без всяких объяснений. Do you know, at that moment, that's when Judas became the most angry with Yeshua. В тот момент Иуда стал, ну, разозлился больше всего на Yeshua. I quit my job to follow you, Yeshua. Я бросил свою работу, чтобы следовать за тобой, Yeshua. I put my wife and children at risk. Я поставил под удар своих детей и жену. So we could build up the kingdom. Я думал, мы будем строить царство. He was looking for another David to come. Он ожидал, чтобы пришел еще один Давид. And you're so stupid. А ты такой, настолько глуп. You ruined everything. Ты рушишь все. That's what he was thinking. Он так думал. Right? How could you be so stupid? Is the right moment? Как можно быть таким глупым? Вот правильный момент. Подходящий. You see? He had a different motivation. And then Peter looked at the Lord and said this. И потом Петр посмотрел на Господа и сказал следующее. He said, Where shall we go? Он сказал, Куда же нам пойти от тебя? That's your problem. That's your problem. Это проблема. Where are you going to go? Куда пойти? Right? When you get in trouble? Когда есть обстоятельства, трудности. You've experienced enough of the Lord to know it's real. Вы на самом деле пережили достаточно встреч с Господом, чтобы знать, что Он реален. So you can't go back. Поэтому вернуться уже не получится. Write this down. Можете записать. But you don't know how to go forward. Но вы не знаете, как идти вперед. Это самое большое испытание в жизни. You can't go back now. You can't go back now. You can try to, but you'll be happy. Но вы можете даже попробовать, но счастливы не будете от этого. But you don't know how to go forward. Но вы также не знаете, как идти вперед. And God is silent. А Бог молчит. Он смотрит на вас. И что Он говорит? Будешь Мне доверять или нет? Ты веришь, что Я добр? Когда даже все выглядит плохо. И Петр сказал, куда нам пойти от тебя? И они приняли правильное решение. Правильный выбор. Вот это крест. И все с ним сталкиваются. Иногда. И нужно принимать решение. И это будет определять то, что будет происходить в последующей вашей жизни. Обещаю вам. Это определит все, что будет происходить с вами в последующей вашей жизни. Потому что внутри вы просто в отчаянии в тот момент. Right? Вы чувствуете себя забытыми, одинокими. Никто никого не делает. God doesn't care. People don't care. Никто... Ну, всем все равно. And I'm here all by myself. Я сам один здесь. Что же мне делать? I've been there more than one time. Я был в такой ситуации больше, чем один раз. And you know what I decided? И знаете, что я решил? God is good. Бог благ. I don't understand. Я не понимаю. I don't know how it's gonna get better. Не знаю, как все станет лучше. But out of my mouth I'm gonna say God is good. And I'm gonna wait to see God's hand. И я буду ждать, чтобы увидеть Божью руку. Psalm 103 102 Псалом says Moses knew God's heart. И там говорится, что Моше знал сердце Бога или пути Божьи. It says Moses knew God's ways. Моше знал его пути. Israel saw God's hand. What he did. Израиль видел только руку Божью, то, что он делал, его дела. You know what happens with new believers? Знаете, что происходит с новообращенными? Usually they see God's hand. Обычно они видят Божью руку. But that won't keep you. Но это не сохранит вас. You won't keep following the Lord by His hand. Вы не сможете следовать за Богом только за Его рукой. Because then you have to see His hand every time. Потому что тогда придется видеть все время Его руку. И когда вы не будете видеть Его руку, что же будет с вами? You leave. You stop. Вы остановитесь. Вы оставите. Так со многими людьми происходит. Правильно? You have to go past seeing God's hand and you have to begin to see His heart. So are you coming to God for what He's going to do for you? Are you coming to God to know Him? Have a relationship? In the Gospel of John Yeshua says something very important. He said to His disciples I don't call you servants. He said to His disciples I don't call you servants. I call you friends. Think about that. What does that mean? He said a servant is different than a friend. Потому что раб отличается от друга. See for most of my life I've been happy to think to be the servant of God is an honor. Большую часть своей жизни я думал, что быть слугой это самая большая честь. God tells me what to do and I go do it. Господь говорит что делать и я это делаю. It's a good thing. Хорошо. В принципе. But the Lord says something different. Но Бог говорит кое-что отличающее. Я не называю вас больше слугами или рабами я называю вас друзьями. В чем разница? A friend you know each other's heart. Do you have a friend? Does anybody have at least one friend? If you have one friend in this world raise your hand. How many don't have any friends right now? Sometimes that's how it is. Okay? У кого нет вообще друзей? Then God wants to give you real friends. Бог хочет дать вам настоящего друга. That's one of the gifts of God. Jonathan and David. You should pray. Say Lord give me some real friends. Помолитесь попросите настоящего друга у Бога. Because a real friend is someone you share your heart with. Потому что это тот с кем вы разделяете сердце. And you're safe there. И вы безопасность и себя чувствуете в этом. You can share your heart and you're safe there. And you're safe there. So what does Yeshua say? Что Yeshua сказал? I call you my friend. Я называю вас друзьями. I want to share my heart with you. Not just tell you what to do. Не просто говори что вам делать. это прекрасно. And then he says a friend is someone you tell what you're doing. И друг это тот кому ты рассказываешь что ты делаешь. The servant only does what he's told to do. He doesn't get explanation. Рабу же не дают никаких объяснений он просто делает то что ему говорят. But God says I want a different relationship with you. но Господь говорит что я хочу иных отношений с вами. Not just tell you what to do. I would like you to know me. I would like you to know me. What I'm like. What I think. What I'm like. What I think. What makes me happy. What's the... What makes me happy. That's the goal. That's what God wants with you. Вот этого хочет Бог. Abraham the father of all the Jews Abraham отец всех евреев was the friend of God. Abraham the father of all the Jews Abraham the father of all the Jews What are the Jews? The people of God People of faith People of faith Right? People of faith There's Jews who have faith and there's Jews who don't have faith The real Jew is a person who has faith Имеют веру и те, которые не имеют веру. Настоящие евреи — это евреи, которые имеют веру. Я знаю, что есть физическая линия или физический еврейский народ, которым Бог дал обещание. Но в основном у них проблемы. Но настоящие евреи — это евреи, которые имеют веру в Бога. И Авраам — это лучший пример этого. И он был другом Божьим. Давайте помолимся. Мы продолжим. О чем вы хотите помолиться? Может быть, вы хотите отпустить горечь. Помните, я говорил о Наоми? Наоми meant bitter. Она испытывала горечь. И поэтому она потеряла свое наследие. Но Господь имел вещи определенные для нее, но она их потеряла. Она была еврейка. Но она потеряла свое наследие. Потому что она позволила сердцу стать горьким. И потом появилась Руфь. Правда? Прабабушка Давида. Она была не еврейка. Сколько здесь не евреев? Руфь стала как бы предком Иешуа. Это не большая проблема. Потому что кровь не продолжает. Бог думает по-другому. Но Руфь получила наследие. Потому что она не испытывала горечи. Она была лучше. Выше этого. Понимаете, о чем я говорю? «Отпустите горечь». «Отпустите горечь». «Она съедает вас. Отпустите ее». «Отпустите ее». «Разочарование», «боль». «Отпускайте». Понимаете, есть бесы, приходят к вам по ночам. Когда вы спите. Они возбудят. И напоминают вам о горечи. И они мучают вас. Это то, что они делают. Они заставляют вас становиться еще более обманчивым. А приобретать еще больше горечи и боли. Это отрава в вашей крови. Но Господь может убрать это все в один момент. Если вы позволите. У некоторых людей прямо на плече сидит бес. И они там так долго сидят. Что становятся вашими друзьями. И начинаете с ним общаться. Начинает говорить, какая плохая жизнь. Он мой друг. А я ему говорю, какие все несправедливые. И мы общаемся. Это правильно. Правда. Так есть. Но бесы, они приносят в вашу жизнь болезнь и тьму. Они воруют у вас все и смеются над вами. Но вам кажется, что это ваш друг. А Бог говорит, дай заберу у тебя от твоего друга. Не, не, не. Это мой единственный друг. Это так глупо, на самом деле, держать горечь. Она убивает нас. Она убивает нас. Она разрушает нас. Она убивает нас. И отбирает благословения. Вы говорите, нет. Это мой друг. Мы вместе плачем. И кушаем супчик. Кто хочет избавиться от горечи сейчас? От всякой плохой вещи, которая сейчас происходит. Кто хочет сказать, я прошу прощения. Я хочу быть очищенным. И я хочу разрушить это. Давайте попросим прощения. Отец, прости нас. Омой нас в крови, Иешуа. Мы отдаем всю злость и горечь Тебе. Все наши разочарования и боль. Все наши смущения. Мы отдаем Тебе. Отчизь наши сердца. 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 Take all the poison out of us. And now in the name of Иешуа. И теперь во имя Иешуа. I command that evil devil. Я приказываю всякому бесу. To go from you from this day in name of Иешуа. Уйти от вас с этого дня во имя Иешуа. Go out. Leave now in the name of Иешуа. Go in the name of Иешуа. I break your hold. You're broken in the name of Иешуа. Lord, we thank you for victory. We thank you for victory. Okay, look at me. That devil will come back. And he'll whisper to you again. This time you have to tell him to go. You have to say God is good. Say no more. We're not talking anymore. You're not my friend. We're not eating soup together anymore. You understand? It's real. Okay, have a nice break. You do. Thank you. Субтитры создавал DimaTorzok